Наставник команды «Факел» Дмитрий Иванович Кудинов. Дмитрий Иванович, нули на табло. Оцените этот результат. Насколько он приемлен для сегодняшней игры? Результат нормальный. Я думаю, что мы действовали достаточно неплохо. Были отрезки, когда мы даже доминировали. Здесь это сделать, в общем-то, непростая задача, но тем не менее были отрезки, где мы могли лучше распоряжаться мячом. И даже в конце мы могли забивать и выигрывать этот матч. Я не скажу, естественно, что мы играли лучше. Соперник тоже имел моменты, имел удары. И в нескольких эпизодах нам приходилось играть глубоко. Но то, что мы не пропустили, это положительный результат. Но, конечно же, хотелось бы забить и выиграть этот матч. До игры отмечалось, что вы, в принципе, знаете философию Академии футбольного клуба «Краснодар». А какую игру позиционирует этот клуб и его команда? И насколько это вам помогло для достижения такого результата, как увести с собой одну очко? Ну, в теории может быть одно, а вот на практике совершенно другое. Тяжело играть, тяжело играть против индивидуально сильных игроков, которые хорошо работают с мячом. Мы достаточно быстрые и агрессивные ребята, конечно, непросто нам играть. Плюс антураж, атмосфера, стадионы. Наши многие игроки здесь играли впервые. И когда ты этого не видишь, это, конечно же, может давить. Поэтому, возможно, сегодня были какие-то такие моменты, давил на ребят ответственность. Хотя, как бы, ну, ничего такого сверхъестественного не было. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как бы, ну, и не помогло, и не помешало. Просто это факт, мы, как бы, знаем об этом. Но знать одно, а использовать это на практике совершенно другое. Благодарим и желаем удачи в следующих играх. Спасибо. Полузащитник команды «Факел» Андрей Ивлев. Андрей, ну, подведи итог к сегодняшнему противостоянию. Нули на табло. Насколько это приемлемый результат для вас сегодня? Ну, я считаю, в первом тайме мы играли достаточно хорошо. Создавали моменты голевые за счет флангов, за счет игры и взаимодействий в полузащите. Во втором тайме, конечно, было посложнее. Краснодар в основном насидал на нас. Но мы все ребята молодцы. Добегали. Были замены. Замены тоже, я считаю, усилий, ход игры. В целом, результатом, конечно, нельзя быть довольными. Потому что, конечно, хочется побеждать. Но 0-0 нас, я считаю, в этом матче тоже устраивает. Насколько было удобно играть на таком стадионе, газоне и, собственно, атмосфере сегодняшней? Конечно, приятно играть на таких стадионах на молодежном уровне. Эмоции только положительные. Благодарим за комментарий и желаем удачи в следующих играх. План. Не Арсенко, говорили в прошлой игре. Асанат Аймуразович, сегодня нули на табло. Насколько оцениваете результаты этой игры и оцените, что получилось и что, наоборот, нет сегодня? Получилось сыграть на ноль в защите. Сыграли надежно. Не получилось забить. Такие игры бывают, где один момент мог решить исход. Но это футбол. Жарко, тяжело что-то требовать. Мы-то требуем, просим, убеждаем ребят выкладываться. Но в такую жару тяжело было показать свой максимум. Что можете сказать о команде «Факел»? Насколько она сегодня составила достойную позицию в вашей команде? «Факел» – организованная команда. Мы знали, что они так будут играть. Ну а если более подробно, то мы стараемся не обсуждать соперника. Благодарим за комментарий. Желаем удачи в следующих игр. Защитник команды «Краснодар» Богдан Мацола. Богдан, сегодня поделили очки с воронежской командой. Оцени, насколько это положительный результат для команды или, наоборот, отрицательный. И дай свой краткий комментарий по игре. Ну, это, скорее всего, положительный результат. Да, конечно, было бы лучше, если мы выиграли. Но мы не потеряли очки. Мы забрали хотя бы одну очко. Поэтому это уже положительный результат. Конечно, хотели выиграть. Хотели забрать три очка и подниматься дальше в турнир таблицы. Быть среди лидеров. А по поводу комментарий по игре. Первый тайм более равным был. Две команды атаковали, мы атаковали, они атаковали. Второй тайм мы уже играли практически на их поле, не поле. И имели все шансы забить. Но, к сожалению, не воспользовались своими моментами. Ну и вопрос лично индивидуальный. Ты в перерыве получил награду как лучший игрок UFL 2. И сразу, прыгнув в UFL 1, выступаешь за молодежную команду. Насколько чувствуется то, что ты играешь с более старшими товарищами? И, может, немного о своем успехе в UFL 2? Да, конечно, приятно получить такую достойную награду. Но это уже в прошлом. Я двигаюсь в будущее. Я с новой командой. Играем турнир, новый сезон. Поэтому вся концентрация на поле. И, в принципе, все. Ну и скажи, насколько тяжело играть при более старших товарищах и позиции? Да, конечно, тяжелее, чем со своими ноготками. Но мы готовимся, мы играем. И поэтому мы готовимся к сезону. И, в принципе, выдерживаю всю нагрузку. Играю на равных со всеми. Благодарим за комментарии. Желаем удачи в следующих играх. Молодец.